Так, ассаламу алейкум, Тумсу, а пусть Рамзан Владимирович поклянется на Коране, что дубайский вечер это неправда, и Идилов и Барс убиты не по его приказу, он же поклялся, что бой Али не куплен. Ну окей, вот я говорю про ваших товарищей, про тех, про кого вы вчера очень лестно отзывались. Я готов прям вот очень сильно, сильное чувство всегда испытать, я здесь прям покраснею, не знаю, может быть не выйду в эфир даже, могу пропустить один эфир. То есть вы прям поймете, что мне стыдно. Покажите этих двух людей. Обсудим мы, начнем это обсуждение с тревожных новостей этой недели. Это то, что массово всех надзорников, надзорники это люди, которые освободились из мест заключения, и после этого еще какое-то время, кто-то там год, кто-то два года, пять лет люди находятся под надзором. Они должны, в зависимости от статьи, за которой они сидели, от режима, в котором они сидели, в зависимости от того, насколько их оценивают опасными, неопасными, ненадежными, у них бывают какие-то ограничения. Кто-то не может покидать свой населенный пункт, кто-то район не может покидать, кто-то должен отмечаться раз в неделю, кто-то там чуть ли несколько раз в неделю в полицейском участке. Поэтому вот все эти люди, а их немало, таких людей у нас немало, кто находился на надзоре, и вот массово этих людей на этой неделе всех собрали, очевидно, для того, чтобы отправить воевать в Украину. Видимо, в зоне СВО нужно новое пушечное мясо. По всей видимости, агитация в колониях уже не дает нужного результата, то есть не так, не получается у них собирать необходимое количество людей. И из-за этого теперь вот этот второй эшелон. Я приблизительно понимаю, как у них работают эти списки, то есть они первые, значит, кого они первыми пустят на убой, это были заключенные. По всей видимости, это, знаете, такое компромиссное, им казалось, по их мнению, это такое компромиссное решение, когда и народ особо не будет по этому поводу возмущаться, потому что, ну, какая разница, сидит преступник в тюрьме, либо он будет уничтожен. Единственная проблема здесь, которая у них возникает, из-за которой они какую-то волну критики ловят, это амнистия, точнее, когда заключенный заключает контракт, идет на СВО, затем получает там ранение, и он как бы и амнистирован, обратно в колонию уже не посадит, и возвращается домой. Но это, как правило, опасные преступники, вот уже немало таких случаев, когда подобные преступники совершают очень жестокие преступления в России. Вот девочку, например, на днях один такой СВОшник, ветеран, убил 11-летнего. В общем, вот это им казалось единственной проблемой. В общем, это было такое, знаете, такое нормальное, на взгляд Кремля, решение проблемы преступников. И вроде бы и на фронт есть, кого посылать, есть там кому воевать, есть кого прям на убой на эти мясные штурмы отправлять. И особой критики среди людей нет. И вот вторым эшелоном, видимо, когда они закончатся, у них идут надзорники. По всей видимости, здесь приблизительно такой же расчет. Вот люди особо тоже не будут напрягаться, это надзорники, это, по мнению большинства людей, это преступники, отсидевшие и находящиеся под надзором. И их уничтожение, в принципе, россияне, народ России воспримут не так плохо. И, видимо, в конце, в самом уже, когда уже безвыходная будет ситуация, тогда уже будет обычная мобилизация, срочники. Но это уже реальная проблема. Это как, ну, народ России это воспримет очень болезненно. Кремля это понимает, поэтому, в общем, сейчас подошел черед к надзорникам. И вот в Чечне, к сожалению, немало подобных людей. Как мы знаем, в Чечне очень много сфабрикованных уголовных дел, очень много уголовных дел. То есть люди были посажены за то, что они просто вышли и защищали свою землю, когда к нам пришел враг. Они все сажались по, судились по статьям незаконные вооруженные формирования, терроризм, где-то там незаконный оборот оружия. В общем, все эти люди, теперь, к сожалению, многие из них, кому-то повезло, конечно, кто-то, может быть, не попал под эту волну. Но таких, к сожалению, мало. В основном надзорники попали под эту тему. И сейчас, по всей видимости, их либо уже отправили, либо готовят к отправке в Украину, в так называемую зону СВО. Тумсо, задам вопрос в нескольких сообщениях. В недавнем голосовом у НИИСО мясник Джамбетов заявил, мол, если бы зарубежные критики не вели бы свою деятельность, то и похищений, убийств не было бы в Чечне. Как думаешь, это такое предложение от Кадырова или мясник просто ляпнул? Если же первый вариант, то был бы ли ты готов пойти на такую сделку с Кадыровым? Я думаю, что этот вариант, вот это предложение сделки, это, в принципе, Джамбетов не первый это озвучивает. И это не та ситуация, которую кто-то должен озвучивать. Мы, в принципе, понимаем, что это именно так и работает. То есть нам, понимаете, вот преступник, террорист, терроризирующий людей, он действует именно так. Он говорит, если ты будешь выполнять мои требования, то я не буду тебя трогать. А если не будешь выполнять, то я буду тебя терроризировать. И вот любая тирания, любой режим подобный, установленному сегодня в России, этому марионеточному режиму в Чечне, он, по сути, существует за счет вот такой логики. Если вы в отношении меня не выступаете, как вы соглашаетесь со всем, что я делаю, и что бы я, какие бы преступления я не совершил, если вы это не критикуете, а наоборот меня вылизываете, то не будет проблем ни у вас, ни у ваших родственников. И, по сути, Джамбетов ничего нового в этом чате нам не сказал. А я думаю, ответом на твой вопрос пошел бы я на такое. Но этот сам вопрос, мне кажется, риторически, потому что если бы я был готов на это пойти, я бы сейчас спокойно жил в республике. То есть, вот этого, в принципе, этого моего пути, начавшегося в 2015 году, когда я был вынужден оттуда соскочить, этот путь, в принципе, не начался. И не было бы вот этого похищения на улице, на проспекте Путина Исламом Кадыровым, не было бы у меня этой бороды. То есть, знал ли я, что моя борода может стать причиной моего похищения? Я, конечно, знал. Знал ли я, что им не нравится, не нравится, на тот момент очень сильно не нравились мужчины, носящие по сунде бороду. Знал ли я это? Конечно, я это прекрасно знал. Что вокруг меня не похищали людей, что им не сбривали бороды, их не похищали, кого-то не убивали, на кого-то не побриковали дел. Я, что не знал, я не видел эти рейды, где выставлялись там сотрудники полиции и просто останавливали машины и борода так забирали. Я ведь это все видел, я это понимал. Если бы я готов был бы, допустим, пойти на такое, я ничего бы из этого не делал и спокойно бы сегодня жил в республике, вылизывая его, оставив свои религиозные убеждения, свои политические убеждения. Поэтому нет, конечно, я на такое не готов. И здесь само, в принципе, вот это предложение, вот эта концепция, если вы будете мне покорны, то я не буду трогать ни вас, ни ваших родственников. Мы ведь, в принципе, против этого и вышли. Мы ведь об этом говорим, мы с этим и боремся. И тот, кто терроризирует людей, он и виноват. Виноват не тот, из-за кого, из-за критики, допустим, из-за правильных слов какого-то человека. Если забирают его родственников и мучают, то виноват не человек, сказавший правильные слова. Виноват тот, кто из-за этих слов решил наказать ни в чем не повинных людей. Весь гнев, вся критика, все недовольство, все дуа против такого. Это вот против этого человека они должны быть, против преступника. А не того человека, кто сказал слова истины и из-за этого постигли какое-то наказание, какое-то испытание родственников. К сожалению, видите, вот ситуация, например, с Хасаном Халитовым наглядная. А Хасан Халитов высказывает очень неприятные вещи и делает и высказывает неприятные вещи для Кадырова. Кадыров похитил его в 80-80 с лишним лет отца и двух родных братьев. Уже два месяца, неизвестно вообще живы они, не живы, где они, ничего про них мы не знаем. Просто похитил. И они теперь пытаются таким образом сказать, это из-за тебя, это ты виноват. Но нет, не Хасан виноват. Виноват в этом Кадыров. Это они преступники. Если Кадыров хотел наказать за какие-то слова или действия Хасана Халитова, он должен был наказать Хасана. Он должен был найти там возможность. То есть вся его война, его борьба, она должна быть с Хасаном Халитовым. Ни с его отцом, ни с братьями, ни с родственниками, с сестрами, односельчанами. Нет, с самим Хасаном. И поэтому ответственность за такие преступления несет только преступник и никто другой. Так, ассаламу алейкум, тумсу, а пусть Рамзан Владимирович поклянется на Коране, что дубайский вечер это неправда. И Идилов и Барс убиты не по его приказу. Он же поклялся, что бой Али не куплен. Я не знаю, для чего тебе это, если ты думаешь, что клятва на Коране для Рамзана Кадырова это какой-то барьер, что ему сложно клясться, когда он говорит, например, неправду. Да нет, для него это как в туалет сходить, абсолютно, это какой-то механический такой процесс, как этот парень стал мемным, который говорит про сервисное действие. Вот для него это сервисное действие, как сходить в туалет, выпить воду, поклясться на Коране о чем-то, какую-то, подтвердить какую-то ложь. Поэтому, в принципе, эта тема, я думаю, для меня это неинтересно. А что касается темы этой дубайской вечеринки, то вчера Ахмед Дудаев опубликовал видео у себя в своих социальных сетях. Ахмед Дудаев это тот, кто известен больше по прозвищу Сердце Кадырова, так он ведет инстаграм-аккаунт, называющийся Сердце Кадырова. И там он выкладывает какие-то цитаты Кадырова, какие-то совместные фотографии с Кадыровым. И вообще нет никаких сомнений, что он такой плотской, серьезной любовью, реально любит Рамзана Кадырова, нездоровой любовью. В общем, он вчера опубликовал видео, в котором он говорит приблизительно следующее. Эти люди, подразумевая таких, как я, они говорят, что кого-то, какого-то человека похитили, запытали, убили, а потом, когда этот человек, про которого они так говорили, появляется на публике, живой, здоровый, тем самым, мол, доказывая, что было неправдой, все, что вы говорили, было неправдой, им даже не бывает стыдно. Я хочу просто вот прям заверить Ахмеда Дудаева, я готов испытать непреодолимое чувство стыда. Очень стыдно мне будет, если вы покажете Абдул-Керима Идилова и этого Агмирзоева Мурада по кличке Барс, бывшего личного охранника Адама Шехвзаде Кадырова. Вот этих, да я даже не говорю вам про многочисленных, про Хизира Ижиева, например, и многих других, которых мы, конечно же, уже никогда не увидим, которых вы убили, запытали. Турпола, например, из Бердекель. Многие люди, которых я мог бы вам называть, но вы же наверняка там скажете, шайтаны, кто-то там сам умер, кто-то он как из режима упал с обрыва, мы его не убивали. Ну окей, вот я говорю про ваших товарищей, про тех, про кого вы вчера очень лестно отзывались, которым вчера Кадыров давал какие-то ордена, он матери Идилова, он давал орден за то, что она воспитала таких сыновей, он Агмирзоев был ближайшим человеком, охранником. Вот постоянные вот эти перепосты, поздравления с днем рождения, все-все-все, это было, то есть это ваши люди. Я говорю, давайте вот этих двух человек вы покажете, и я готов прям вот очень сильно, сильное чувство стыда испытать, я здесь прям покраснею, не знаю, может быть не выйду в эфир даже, могу пропустить один эфир. То есть вы прям поймете, что мне стыдно, но покажите этих двух людей. Субтитры создавал DimaTorzok